Девушки отдыхают Сродни запаху, по следу которой выйдут собаки, но это не то и не другое Этот след я вижу как отблески Везде, где вы были и на всем, чего касались Отблески нельзя стереть, отблески нельзя скрыть Отблески нельзя подделать Отблески – это ваш след, и я вижу его Свой особый талант я поставил на службу другим Я преследую тех, кто нарушает закон Я преследую тех, кто творит зло Я преследую тех, кто думает, что найти их невозможно Если вы среди них, будьте уверены Я приду за вами Меня приведут с отблески Ствол левый парень Патрон застрел Вот-вот А карета побольше не нашлось? Нет, только такое Я песочек побольше подсыпал Чтоб лобать было легче Слушай, а ты уверен, что ты все это правильно делаешь? А то мы через месяц за деньгами приедем, а тут... Не волнуйся ты так Месяц точно простоит Я у матери на дачу вторая сделал До сих пор с ней сломался Опять какая-то хрень попалась Прости, Олег И яхта Просто красивая мечта А ларек Ларек перспективнее Так как дышь фамилия? А ваша? Вот здесь данная Спасибо Здорово Привет Ну что, тут? Привет, пока не знаю Сейчас участковый подойдет, все покажет Слушай, Игорю Мне твой совет нужен Интимного характера Виагра Чего? Я говорю, Виагра Да нет Да нет Ну не в этом смысле В смысле Ну ты человек молодой, должен знать Участковый Чего? Я говорю, участковый вон идет Ладно, потом Следователь Спасибо Здравствуйте 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 Ну, пошли Так что там случилось-то? Ну, в общем так Водой горячая стенку Одно размыло Ну, трубы прорвало А там Труп А кто нашел? Ну, вроде того Да вот эти вот Ремонтники Слава Богу, что отзвониться успели Прежде чем дезинфицироваться начали Ну, пойдемте за мной Хе-хе-хе-хе-хе-хе Куда сейчас? Прямо Прямо? Да Дом старый Тут ревнуть не делали еще с советских времен Трубы Совсем белые Пальцем Проткнуть можно Налево там Куда тащит? Вон там Чего? Она Что? Стой! Куда Стой! Текстicar назад! Текстicar назад! Быстро! Это будет Anytime Что-то голос знакомый Ты как тебе казался? Сколько времени у них есть, чтобы найти противогазы? Сойти что-то Ты как к тебе попал, клоун? Тихо, потом расскажу. Смотри, посвети сюда. Как ты думаешь, сколько он тут пролежал? Надеюсь, что больше 20 лет. Иначе дело не закрыть. А вон туда вдаль посвети. Ну-ка, попробуй. Сейчас. Куда ты? Куда ты? Игорь, с тобой все в порядке. Газ перекрыли. Все. Павел Алексеевич, сюда. Иду, иду. Давай, как ты попал? Не важно, потом. А теперь посмотрите сюда. Сейчас, давайте. Ну, как вы? Таинственный остров. Отдыхает. Ну, что скажете, Павел Алексеевич? Да немного скажу. Мужчина лет 18. Череп славянского типа. А причина смерти? Выстрел в затылок. Стреляли из этого же пистолета, который мы обнаружили? Нет. В том пистолете не штатные патроны. Один из них перекошенный в стволе. А вот убили из другого. Ну, а когда это произошло? Ну, хотя бы примерно. Ну, конец 92-го, начало 93-го. Точнее, позже скажу. Больше анализов нужно делать. Что задумался? Да неохота мне в старине копаться. Я же не на археолога учился все-таки. Извини. Ладно, я пойду к Горилову отказываться. Игорь, слушай, это... Я там слышал, ты татуировками занимался, да? Ну, было дело. Я к тебе зайду попозже. Посоветоваться надо. Всегда рад. Чем занят? Сенсация. Скелет был найден в Хрущевке. Вот. Личная месть генсека. Ага. Изобретатель Хрущевок был заживо замурован в стену последнего дома популярной серии. Ага. Там еще фотографии есть внизу. И зачем мне это? Ну что, альманах исторический. Где пульс мегаполиса? Ну какой же пульс? Он же умер, типа. В Москве каждый день происходит 6-7 самоубийств. 12 человек гибнет на дорогах, а еще 20 умирают насильственной смертью. Ну да. Ну это же некая тайна. Заказных убийств в 3 месяца не было. Читатель извелся на кроссворды, перешел. Ну а что я могу? Как я найду? Найми сам киллера. А, ну допустим, а убивать кого я буду? Кого-нибудь повесомей, позамейнее. Старые номера посмотри, кого мы там еще не убивали. Что? Головы ни первого, кого не печатали. А твой скелетик я на последнюю страницу в подвал определю. Но запомни, без заказухи на премию не рассчитывай. Блин, у меня кредит, у меня за стиральную машинку. Да где я их, где они, эти киллеры водятся, в конце концов? Ее-к-макарек, а. Ирочка, солнышко, ну не переживай. Я приеду, все расскажешь. Угу, хорошо, давай. Да-да. Приветствую. Добрый день, ну что, уточнили время смерти? Да, уточнил и определил 92-й год, если вам это поможет. Ну, надеюсь, поможет. А откуда такая точность? Ну мне что тебе, курс судебной антропологии прочитать? В принципе, по свежим остаткам можно и день вычислить. А личность? Можете узнать? Ну, а как ты себе это представляешь? Ну, там, не знаю, ДНК, зубы, ну, есть какие-то системы? Ну, в родственников найдешь, сделаю я тебе анализ ДНК. Ну, а так, если бы там золотые зубы были, ну, не знаю. А по одежде? В Китай поедешь. Да. Скажите, а что вы там про татуировки хотели узнать? А, это, да нет, это я так. Ну, просто там посоветоваться хотел, что сейчас модно, что красиво, что носит. У тебя есть, кстати? У меня? У меня нету. Ну, я как-то по-другому сам выражаюсь. Слушай, скажи. Вот это красиво. Сами рисовали. Бери. Это все? Да. Садись. Так о чем ты хотел со мной поговорить? Ну, Федор Евгеньевич, вот этот скелет сегодняшний, ну, может, вы кому-нибудь другому поручите. Год смерти установили? Ноябрь, Дмитрий, второго. Так вот, мне в отделе висяки не нужны, дело надо закрыть. Ну, у нас полно сотрудников постарше. Вот пусть они и раскрывают, им самое оно. Понимаешь, они уже думают все о пенсии, а ты у нас молодой, способный. Тряхни старину, Еремин поможет. Ну, все, я попал. Накрылась моя раскрываемость. Тебе тогда лет десять было, ты должен поймать весь этот беспредел. А у тебя сейчас почти стопроцентная раскрываемость, вот и докажи. Двенадцать. И что я там помню? Посиди в архиве. Посмотри без вести пропавших. Покойник, парень молодой, родители должны быть живы. Работай. Эх, Петр Евгеньевич. Приобщайся. Игорь, Игорь, меня на телевидении вы ее пролили. Какое еще телевидение? Настоящим. Я по телевизору покажу. О, а что у нас мама там делает? В комнате. Какая-то красавица-то. Игорь, можно тебя на минутку? Да, иду. Игорь, в школу приходили телевизионщики. Так. Выбрали нашу Ирину. Для участия в какой-то детской викторине. Ну, очень хорошо. А я-то вам зачем нужен? Ну, все дети как дети. Придут с родителями. А я... Я не могу смущать Ирину. У нее это такое событие. Такое событие. Во сколько это событие? Послезавтра в четыре. Маш, ты же понимаешь, что я в это время работаю. Понимаю. Ладно. Ты ее вези туда, а я к этому времени постараюсь подойти. Хорошо. Договорились. Ну, что, звезда? Ну, что, звезда? До этих пенсионеров там штук пятьдесят. Кричат, орут. Из зеленых там кто-то крутился. Слухи в прессу просочились. Вот посмотрите. Ну, газетка-то откровенно желтая. Ничего страшного. Грозились телевидение вызвать. Вас требуют. А мы ОМОН вызовем. Митинг незаконный. А телевидение? Александр Леонидович, ну, надо-то что делать? Бульдозеры убирать. Строительство заморозить. На неделю. Ну, завтра повесить там вывеску. Идет строительство детского садика. Так там два садика рядом. Не знаю, что делать. Придумайте. Спортскол там. Или еще что. Нам первый этаж возвести. Дальше вам легче будет. А мы вывеску смирим. Ну, все, работайте. А газету? Отставь. Леночка. Семена ко мне. Срочно. Да. Можно? Павел Алексеевич. Здравствуйте. Какими судьбами? Приветствую. Да там к начальству заходил. Да и к тебе разговор есть. Слушаю. Что, взятка? Да. На самом деле, совет нужен. Слушай. Татуировку где лучше делать? Себе? Ну, допустим. Павел Алексеевич, вы понимаете, купите себе лучше розовый галстук. Чего это розовый-то? Ну, галстук можно снять, а татуировка-то останется. Понял. Что? Больно. Щекотно. Повернитесь. Бицепс напрягите. Чего? Бицепс напрягите. Сильнее. Еще. Совсем не развит. Много жара. Ну, может, на ноге тогда? Поднимите. Напрягите. Еще. Еще. Ну, я не могу больше. Все. Здесь. Ты думаешь? В вашем случае, да. Ну. У меня просто у женщины, у моей, у нее татуировки немного, но... Люблю я ее. Павел Алексеевич, любовь пройдет, а татуировка останется. Павел Алексеевич. Чего? Обыскался у вас. Труповозка приехала. В кремлаторе будете что-нибудь отправлять? Да, сейчас иду. Свободен. Хорошо. Я надеюсь, между нами это? Конечно. Спасибо. Павел Алексеевич! Павел Алексеевич! Павел Алексеевич! Ты в прокуратуре кого-нибудь кормишь? Да нет. Необходимости не было. Но в принципе... Что? В принципе? Пара звонков. Узнай, кто у них это дело ведет. Срочно. Ну подожди, ну а почему ты решил, что это именно он? Ну адрес, адрес посмотрите. Его же в своем собственном доме кирпичами законопатили. Да, слушай, там где мы с тобой были. И дата подходящая, 18 ноября. Не подвели личинки-то? Давайте проверим. Особые приметы. Да. Понятно. Сейчас. Особые, особые приметы. Сейчас. Особые. Ага, так. Значит, у нас шрам. Шрам после открытого перелома. Так. Был перелом сросшийся. Это он, вот. А одежда? Да вроде одежда подходящая. Но нужно все уточнять. А тут, кстати, мать его указана. Ее надо вызывать. Я сам к нему съищу. Игорь! Секундочку. Да. Ну как? Кружка-то? Отлично. Да нет, ну я просто знаю, у тебя дело какое-то там по татуировкам было. Ну ты ж спец. Ну ты ж все эти тату-салоны-то обошел. Это лучший. Спасибо. Я из прокуратуры. Мне нужно задать кое-какие вопросы по поводу вашего сына. Алик. Сынок. Он... Тише, тише, тише. Там на столе таблетки дайте, пожалуйста. Как Алик исчез, сердце стало подводить. Вот таблетки пока помогают. А дальше? Ну а что вы свой адрес-то новый в милицию не оставили? Я вас вообще здесь еле нашел. Я не смогла. Я как чувствовала. Год ждала, а потом съехала. Все мне о нем напоминало. У вас больше никого нет? Мужа у меня никогда не было. Работала на двух работах. Чтобы сына поднять. Не усмотрела. Анна Бина Семеновна, скажите, а может быть есть что-то, что вы не указали в материале дела? Страхи мои к материалу не пришьешь. Путался он там с одним Сашкой. Я же ему говорила. Какой Сашка? Стольников Александр. Погодки они. А он в тот вечер к нему собирался. Я пришла с работы, так его и не дождалась. Альбина Семеновна, я поеду, а нам с вами еще нужно произвести опознание. Вот мой телефон. Я жду. Звоните. Слушай, скажи мне, а как ты оказался в подвале? Да, очень просто. У меня у матери есть двоюродный брат. Он у нас на даче оставил свой свитер. Свитер, Дим. Не важно. И что? Оказывается, он участковым работает. Ну и я как бы... Именно тем? Именно тем. Ну вот, тебе расчлененка подойдет? Да нет, нужны случаи со стрельбой. Со стрельбой. Со стрельбой на 18 ноября есть только два случая. Так. Перестрелка на рынке. Погибло два этих армянина и молдаванин. Ну, этот вариант нам точно не подходит. И ограбление, обмена валюты. Погиб кассир-охранник. 80 тысяч украли. Да, уцепиться не за что. Скажи, пожалуйста, а ты такого не знаешь, Стольников, Александр? А хотя погоди. Сейчас. Кассир выжил. При этом она женщина. Где? Ну вот, видишь, написано. Доставлено в тяжелом состоянии, проникающее ранение в голову, врачи борются. Все, я печатаю. А кстати, чего тебе сдался-то этот префект? Какой префект? Ну, Стольников. Я просто его знаю, мы его на выборах пиарили. Сашка Стольников встречался с Аликом. В тот же день происходит ограбление валютника. Все убиты. Алик тоже? Так, 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 так. Ты что, если тебе в туалет надо, то я... Подожди, а что ты о нем знаешь? О ком? О Стольникове. О Стольникове? Да практически все, я же сказал, мы его пиарили. Ему 35 лет. В 92-м году поднялся, у него была сеть супермаркетов и две палатки на Савеле. Сходится. Что сходится? Стольников друг скелета Алика. 17 ноября грабят обменник. Под дом пропадает Алик. А потом появляются палатки на Савеловском. Ну, это нереально. Есть только один способ проверить. Какой? Выживший кассир. У тебя есть фотографии Стольникова? Ну, допустим. Ищи. Давай попозже. Дима, ищи. Вообще-то я на работе. И карандаш-то мой. То, что вы просили. Кто такой? Шевцов. Игорь Дмитриевич. 28 лет. В прокуратуре недавно. Мелочь пузатая. Не скажите, у него висиков нет. Он все свои дела до суда доводит. Школьников за безбилетный проезд сажает? Да нет. Там дела по сервежной обстоят. Не сказать, чтобы он у них там самый лучший. Но что-то около того. Врешь. Да я сам было не поверил. Да трое человек подтвердили. Капустой закормить. Или припугнуть. Или-или. Вы куда? Игнатенко Юлия Владимировна? Нет. Я только зашла. Прекрасно. Раздевайтесь. Игорь, ази, можешь так людей пугать? Она на втором месте. Ничего. Зато запомнит меня надолго. В области? По делам. Скажи, пожалуйста, кто мог в 92-м году делать операцию пулевое ранение на голову? Ну и вопросик у тебя. Я тогда училась в 7-м классе. Ну я тоже. Хотя, тогда было много военных врачей, но они мозги не трогали. Был один мастер, он брался за особо интересные случаи. Кто такой? Золотые руки. Столько их с того света вытянул. Я серьезно. Если он не сам оперел, то скажет, кто мог. Фамилия, имя. Адрес и телефон. Обязательно. Бежим. Что ж ты не спрашиваешь, откуда я знаю? А откуда ты знаешь? А я у него училась. Вот. Юлька, я тебя обожаю. Я тебя люблю. Лом ты. Я попрел. Я на пенсии. Целый день дома. Я любому гостю рад. В мозгах у прокуроров копался, было дело. Но чтобы вот так запросто, прошу вас. Виктор Степанович, я сейчас веду дело, начато еще в 92-м году. Эй, к вас завесло. Зиночка, нам бы чаю и варенье. Варенье принеси. Мне сказали, что вы тогда брали за самые необычные и странные случаи. Брался. И сейчас бы взялся, если бы левая рука дрожать перестала. Ведь такие случаи были. Такие случаи. 18 ноября 92-го года. Женщина с проникающим ранением головы. Молодой человек. В моей жизни столько было женщин. Зиночка, это не то, что ты думаешь. Озорник. Вы знаете, меня интересует конкретный случай. Тогда, в 92-м году, она работала кассиршей в обменнике. И налетчик выстрелил ей в затылок. Мне ведь тогда не Зиночку. Мне тогда ее труп привезли. Две клинических смерти. Я 9 часов не отходил от стола. А я выжила. Да ты не зря старался. Ну, я подумал, такая красивая женщина, ей бы жить да жить. Мне потом рассказывали, что он после операции из моей палаты 3 дня не выходил. Буквально жил. Боялся, что я дышать перестану. А потом учил держать ложечку заново. Ходить. Любить. А вот этому ты меня научила. Я прошу прощения. Да. Вот фотография Стольников. Вы его узнаете? Она, конечно, не старая. Он мог измениться, но все равно. Эти глаза. Эти глаза я никогда не забуду. Уверены? А вот это второго? Да, второй там тоже был. У него пистолет заел. Стольников охранника убил, а потом ко мне в косу ворвался. Так, все, вылезай. Ну вот же, приехали. Ну тут недалеко, ну пожалуйста. Димас. Пожалуйста? Да. Слушай, ну ты совсем обалдел, но если меня кто-нибудь узнает. Да никто тебя не узнает. Я тебя так одену, что мать родная не узнает. Вот смотри, у меня перчатки есть, шапка есть, куртку мою наденешь, у тебя очки черные есть. Димас, ну какой из меня киллер, а? Да отличный. Тем более, ты единственный из моих друзей, которые носят пистолет. От этого зависит вся моя карьера. Всего две фотографии. Ну ладно. Быстро. Бежим. Пойдем. Маскарад, а зачем обязательно здесь-то по-человечески снять? Что, не мог, да? Ты посмотри, как фактурно. Да я бы с удовольствием по-человечески снял. Но читатель не поверит. Надевай. Слушай, зачем вестит маскарад, а? За тем, что по-другому никак нельзя. Еще вот на перчатке. Давай быстрее. Так, можно не торопить менять здесь вообще? Ну пока, солнце. Держи. Так. О, отлично. Только волосы спрячь. Знаете, смотри. Я вон там спрячусь, и по команде пошла, а выходишь из-за угла, достаешь пистолет, ну и разворачиваешься по-разному, только крадучись. Хорошо? Ну, поехали. Быстро крадучись. Все, давай, давай, давай. По команде пошла. Димас, иди, а? Давай пока, приготовься, соберись. Все, пошла. Отлично. Так. Отлично. Давай еще разочек. Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, профессор, выбрал? Ну что, академик, бабы приходят и уходят, а это хрень на всю жизнь. Ты уверен? Ну да. А потом, когда камеру навел, смотрю, он тоже с пушкой и стрелять начал. Снял в разных ракурсах. Идиот. Вот. Подожди, он был в очках. Чего? Чего? Марион, очки, очки оставил. Очки? На. Ну быстро, быстро, дуй в редакцию и сделай мне фотографии. Ага. Этого киллера во всех ракурсах. Ну быстро. А ты куда? Я пойду его поищу. А. Беги, 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 Дим. Ага, спасибо, Иваныч, вижу. Да. Ты орлов своих поставь вокруг нее, пусть охраняют, ладно? Ага, спасибо. Беги, беги. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ирина Шевцова Ирина Шевцова Здесь есть Ирина Шевцова? Вы не мама Ирины Шевцовой? Вы не мама Ирины Шевцовой? Вы что, глухая? Упс Понял, минуточку Петя, срочно давай сюда Нужна твоя помощь Здравствуйте Я понимаю жесты Я вам помогу Скажите ему, что я умею читать по губам Она читает по губам, можешь с ней говорить Спроси ее, где ее дочка Ну вот же девочка Петя, побудь рядом с нами Вдруг понадобится помощь Так, быстренько, быстро, быстро, быстро Да, мы идем Мама, во вторую очередь Быстро, 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 быстро Бегом, 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 бегом Девочки, не сидим Пойдем, а то он постарается Бегом, 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 бегом Ага Ах, стрелянный воробей Проходи Проходи Проходи, садись Рассказывай, докладывай Про своих скелетов Следы Этого скелета Перевели меня На ту горку Куда я не Боюсь не забраться Что в итоге? Стольников, префект Его люди в меня стрелили Доказательства? Железные Фотографии и свидетели В деле префект? Да Одна из его жертв чудом выжила 17 лет назад Молодой Стольников на ее глазах Пристрелил у человека А киллер этот? Кто-нибудь видел, как он стрелял в тебя? Есть фотография Кто снимал? Вскрыли камеру Передай этой скрытой камере Что если хоть одна фотография Попадет в газеты То я не ей Я тебе ноги выдерну Понял? Да А это я передам Куда надо Спасибо Ну, иди отдыхай Пойдемте Ты меня вновь все съел, мама Я знала Маша Я опоздал А нас по телевизору покажут И маму тоже И дядю Петю Ирина была лучше всех Я Петр Я рассказывал вашей жене О телевидении Очень приятно Меня зовут Игорь Маша Моя сестра Ну что Может быть мы Все вместе Пойдем погуляем в парк? Да, да, да Мы столицы Все вместе не гуляли Хорошая идея А может быть вы Составите нам компанию? А действительно Идемте Я с удовольствием Правда? Пойдемте 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 У меня было В смысле готово Заказуха? Кого грохнули? Покушение на прокурора Слабовато Кто заказчик? Слабовато? Заказчик Перфект округа Это Кровавая пустая Перфекта Киллер Заметал следы Преступления Семнадцатилетней давности Да Ты что творишь Нас же из-за твоей статейки всех Нет Завтра это будет Во всех новостях И я бы посоветовал Статейку выставить На первую полосу Фотографии у меня на столе Я в уборной Милиция Я в уборной 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 Ты что? Вот так вот Вам Нам Ну, за нас. За нас? Нет. Инга, дорогая моя, я тебе сейчас кое-что скажу, ты тут не перебивай меня, ладно? Ладно, мне ни с кем так не было хорошо, я подчеркиваю, ни с кем, как с тобой. Мне тоже. Ну, и, ну вот перебил меня, и, сейчас. Я хочу, чтобы мы с тобой не расставались, и, соответственно, очень хочу, чтобы ты ко мне переехала. Я тоже. Да? Лешка, ты мне такой глупый. Ну, ну, смотри. Ой, ладно. Ну, это не важно. Так, а вот сейчас, внимание, подарок. Ну, это не важно. О! Знак моей любви. Пашка. Глупый ты. Ничего. Ты что, татуировку свела, что ли? Глупый. Она же временная. А здесь? И здесь. Спасибо. Ну-ка, 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 ну-ка. А здесь? А здесь? Вон там. А там настоящую. Люб. Настоящую. Вот они. Да. Уоу. Закрали. Продолжение следует...